решил еще немного позабавляться с нейросетью но нашел какой-то сайтик но они все платные эти сайты поэтому бесплатно не позволяет задать только 10 вопросов ну я решил это использовать просто ради забавы не знаю зачем они пишут все одно и то же запишу это видео просто что к примеру они пишут ну вот задаю вопрос их всего 10 будет что общего между ницше и чараном ну например ницше и чаран два известных философом да которые жили в разные времена нет чаран жил во времени ницше и представляли разные философские направления ну как же разные когда чаран продолжает продолжатель ницше непосредственный тем не менее у них есть несколько общих черт первое критическое отношение к существующему порядку вещей как ницше таки чаран были критичны к традиционным ценностям и нормам общества что такое традиционные ценности например норма общества они в каждом веке разные не то что в каждом веке в каждом поколении разная традиционной ценности вообще не понятно что имеется ввиду наши традиционные ценности допустим славянские это там многоженство например это сейчас это не то что нетрадиционно. Это запрещено, в принципе. Второе. Постоянное размышление о смысле жизни и человеческой природе. Оба философа обращались к вопросам смысла жизни, самопознания и местам человека. Мире. Это, в принципе, общие вопросы философии ключевые. Третье. Скептицизм по отношению к рациональности и объективности. Инейшие вчера относились к идеям о том, что объективное истинно недостижимое или не существует. Да. Самоображение объективно и истинно, это, конечно, полнейшая нелепость. Твердим монокль. Экзистенциальная направленность. Оба философа обращались к таким темам, как страдания, смерть, одиночество и автономия индивидуального существования. Пятое. Влияние на последующую философскую литературную мысль как Ницше, так и Чаран считается важными фигурами в развитии западной философии литературы. Не обязательно западной. Что общее между Ницше и Штирнером? Небольшой такой ответик. Ницше и Штирнер оба были философами, которые подвергли сомнению и критике традиционной нормы ценности и авторитеты. Они оба выступали против морали, религии и идеи о всемогущем Боге. Оба философа призывали к освобождению индивидуальной воли и самоутверждению. Они также акцентировали важность самооценки и самоподтверждения. Однако, хотя их идеи некоторой темой перекрываются, Ницше и Штирнер имели различные подходы и философские концепции. Различные, на согласен. Хорошо, тогда в чем разница между Ницше и Штирнером? Задал вопрос, ответ не получил. Интересно. Второй раз повторил этот вопрос. И был такой ответ. Ницше и Штирнер, годы жизни приведены, это два известных немецких философа, которые имеют несколько сходств, но также принципиальные различия в своих взглядах. Одно из основных различий между Ницше и Штирнером, полагает эта нейросеть, заключается в их отношении к идеям и понятию личности. Ницше придерживается концепции над человеком и призывал к превосходству и развитию личности в рамках нравственности и этики. Он верил в смысл и цели в жизни, которые должны быть созданы самим человеком. Штирнер, напротив, был эгоистическим философом, разработал идею единственного индивида, который полностью осмысленно переживает свою жизнь и отвергает все формы авторитетов и ограничений, включая общественные нормы и моральные принципы. Другое отличие между Ницше и Штирнером заключается в их философских методах. Ницше писал в основном в виде эссе и используя афоризмы. Он поэтически исследовал человеческую природу и противопоставлял различные понятия, такие как добро и зло, прошлое и настоящее. Штирнер, с другой стороны, разработал свою философию в основном в одной книге под названием «Единственные». Нет, «Единственный». И его... Ну, обычно, собственность пишут, в которой он полемизируется с идеями о владении и правильниках. В связи с этим Ницше и Штирнер различаются в своем отношении к этике морали. Ницше призывает к переоценке всех ценностей и отрицал категории «хорошо» и «плохо». Точно, точно. Утверждая, что нравственность является субъективной конструкцией, Ницше в то же время полностью отвергал идею нравственности и обязанности перед обществом или другими людьми, привилегируя свободу от ограничений и полной самовластности индивида. Какой же он, сука, скучный был. Таким образом, хотя Ницше и Штирнер имеют некоторые общие концепции, как, например, идея о свободе и отвержение внешних ограничений, их подходит к философии, этике морали, значительно отличался друг от друга. Так, что-то про генона вспомнил. В чем разница между Ницше и геноном? Разные философы, еще бы, которые различаются по многим аспектам. Тематика. Фридик Ницше был немецкий философом 19 века, который занимался вопросами морали, этики, власти, человеческой природы. Генон был французским писателем и философом 20 века, который исследовал метафизику, традиционные культуры, религии, духовности. Он что-то в этом смысле, что ли, методология Ницше был более рациональными и аналитическими, используя знания, логику, критическое мышление для формулировки своих идей. Нет, это был поэтический темперамент, который все и решал. Только это имеет значение. Генон, с другой стороны, больше подгался на мистику, ну, это анальный параномик типичный. Третье. Идеологические различия Ницше проповедовал идею сверхчеловека и утверждал, что значение жизни можно найти только через саморазвитие, преодоление морали, принятие своих собственных волей к власти. и он же настаивал на важности сохранения традиционной культуры. Это бред полный. Традиционная культура менялась, я же говорю, не то, что каждое столетие, каждое поколение, то да сего. Допустим, есть такая версия, но интересная, она не канонична, но интересно, что ислам возник, это ветвь христианская была, как ни странно. Говорят, что это не историанское христианство, воинственное, и поэтому у них там наложены обеты, очень строгие запреты, каноны, но это было, истоки были христианские, то есть, понимаете, это очень интересная такая фишка. Опять же, суфизм, эзотерический ислам, предполагается, что может быть, может быть, слово суфизм, просто не знаю, что значит это слово суфизм, в принципе, может быть, это искаженное греческое слово софизм, от софия мудрость, поиск мудрости, потому что самообраз жизни суфиев, это люди-аскеты, которые единственный смысл своей жизни видели поиск истины, поиск мудрости, ну, софизм, получается, потому что само слово суфи, суфи, я просто не знаю, что оно обозначает, это может быть, просто искажение от греческого софизм, просто-напросто софия, мудрость, софия, господи, Болгария, столица даже называется, софия, ну, вот так вот, так, что там, четвертое, восприятие времени Ницше был ориентирован на преодоление прошлого и настоящего ради будущего, плоско сказано, в принципе, можно так сказать, мы опережающие, да, потому что там даже трудно сказать это на какие эпохи, в любом случае мы сейчас в первой четверти 21 века мы живем во времени Ницше, если точнее времени Достоевского тиранитше, в это время мы живем, эта эпоха, я так думаю, может быть я ошибаюсь, конечно, это предположение, я так думаю, что эпоха Ницше, только если мы будем отчитывать не со дня смерти, конечно же, а с 1870 года, предположим, да, она будет длиться 300 лет, ну, я так думаю лично, это эпоха Ницше, в принципе, то есть, когда он говорит, мы опережающие, он имеет ввиду эпоха, которая будет длиться не в каких-то там в 20 веке, нет, и дальше, и дальше, и дальше, 300 лет, размах такой, такие люди бывают раз в эпоху, а генос сосредоточен на вечности, вечном цикле, культура и цивилизации, дура, да, это лишь некоторые из различий между Ницше и Генос, зачем я вообще это спросил, что общее между Ницше и Алистером Кроули, ну, так, забавно, имеют некоторые общие черты и связи, например, оба были философами и писателями, Алистера Книджи, был немецким философом, Кроули был английским писателем, поэтом и оккультистом, ну, скорее, англоязычным, потому что он даже не особо похож на англичанина, потому что это ярко выраженный континентальный тип, бретонский, он распространен вот в Британии, на континенте Португалии, такой вот тип, то есть, антропологический, сама фамилия Кроули, не английская, фамилия бретонская, искаженная от Декерваль, или Керваль, как произнести, бретанский род, он попал туда, в Британию, во время завоевания Нормандского в Британии, там, конечно, они были знатию аристократические, среди холопов, английских рабов, но потом, правда, фамилия занялась торгашистом, что было запрещено аристократам, и с 17 века утратила дворянство, она в Англии называлась, на континенте она называлась Декерваль, в Англии она стала О Кроули, аристократический префикс О был убран, фамилия перестала быть дворянской, Кроули был очень амбициозный, поэтому он стремился восстановить дворянство, и, как он сказал, он восстановил дворянство, подтвердив его испанского престола, испанца, очень щепетильного вопроса, родословного, он смог доказать свое дворянство, и ему от короля, это его полномочия, было жаловано дворянца повторное, он вернул дворянство, поэтому в обращении к нему следовало испугать сэр Кроули, ну и подписывался он как мистер Кроули всегда, и фамильярство, конечно, не терпел, ну так, просто общий моментик, то есть, что у Кроули с Ницше есть, что Ницше тоже там фантазировал по поводу там графа Ницки, польского, который был протестантом, поэтому был вынужден покинуть Польшу, которая была католической, ну так вот, никто не знает почему это, но он носил перстень рода Ницкий, это, ну не может быть никак просто причуде какой-то, слишком это как-то далеко зашло, плюс физиономия, типичнейшая польская физиономия, как у Ницше, так и у его отца и сестренки, ну мамаша, правда, была его немка, ну тут ничего не поделать, а чушь, не отпочковался же его предок, ну взял жену и немку, и у отца его была немка, ну, типично немецкой физиономии, у мамаши его, да, ну отец типичное польское лицо, и у Ницше тоже, и у сестры его, ну а у славян националист определяется по отцу, поэтому дед, отец поляки, и не важно, кто там бабка, мать, они немки, ну не играет в никакой совершенно, абсолютно, оба были философами, первое, и писателями, Ницше был немецким философом, Кроули был английским писателем, поэтому культистом, второе, оба интересовались темой морали, духовности и религии, хотя с разными подходами, Ницше критиковал христианцев и пропагандировал превосходство индивидуальной воли и силой воли, ну то бишь, волюнтаризм, Ницше, в свою очередь, Кроули, в свою очередь, занимался исследованием оккультных и мистистических практик, включая в свою философию телема, ну, еще говорят, называют западной тантра-йогой или европейским чань-буддизмом, потому что Кроули очень много сделал от восточных учений, сам он это обожал, любил, понимал, но это было очень трудно донести, конечно, до Европы, непонятно, как это вообще адаптировать, совершенно непонятно, они настолько разные, все, что глубокая Азия, Индия, Тибет, это просто, это другая планета, другая вселенная, как это к Европе приткнуть, совершенно непонятно, и нужно ли это вообще, но сам Кроули это очень любил, глубоко понимал, просто это, трудно сказать, это, есть люди, которые могут понять Азию, но это редкие люди, кто из знаменитых европейцев понимал Азию, Шопенгауэр понимал, Гёте, возможно, и Кроули, может быть, кто-то еще, но это малозначимые фигуры, третье, они были частично контроверзными и вызывали оживленные обсуждения в своей эпохе, Ницше считается одним из основателей современной философии, и часто вызывал критику из-за своих взглядов на мораль и религию, Кроули, в свою очередь, был контроверзен из-за своих оккультных практик и утверждений о себе как пророка новой эры, их работы и взгляды продолжают оказать влияние на современную культуру и философию, их идеи и концепции вплетаются в различные аспекты современной мысли, включая философию, психологию, оккультизм, забавно, но как, как грустно, как печально получилось с обоими, Фредрик Ницше было приходом такими пассажирами как Хайдеггер, Шпенглер, Клагес, Шушера, не то слово, Каллистер, Кроули прицепили таких старушенцей моральных как Герман Гессе, Юнг какой-то там вообще с параши и что-то там еще и получилось, что как бы это даже объяснить две яркие личности, индивидуальности, которые, в принципе, не могут быть ни с кем, они никогда ни с кем не были, никогда и вокруг них образовалось что-то вроде свита такой вот сияющее солнце и хуета какая-то крутится вокруг и мусор какой-то космический непонятно куда взявшийся и никак от него не отделаться главное потому что вы куда не ткнетесь Ницше все Хайдеггер стоит стеной этот говно вот это вот откуда оно взялось вообще непонятно даже на что оно такое вообще Хайдеггер что-то вроде как с Австрии что-ли что-то значит его жена шлюха называла его мой милый мавр то есть непонятно какого происхождения даже вообще на его рожу в профиль посмотреть все иди 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 подальше и это главный спец понише ну а пупеть подражатели ссаны завистники клагез говно да то есть вообще это пупеть просто с кроули то же самое не хочу просто даже вообще касаться даже пупеть просто сказать что это смешно это очень смешно как вообще можно понять нищие и кроули не будучи поэтом не обладая поэтическим темпераментом не обладая человеком неслыханных страстей способного на такие поступки что просто в голове не укладывается что такое в принципе возможно да просто как не будучи ведь понять можно только по закону идентичности понимаете нищие кроули это они могли бы понять друг друга просто как личности могли бы по закону идентичности кроули который жил позже нищий он понимал глубоко но кроули был скрытный конечно тот еще товарищ он нищий не упоминал в принципе практически никогда удивительно конечно удивляется этому но конечно он знал меньше прекрасным образом знал вот кто такие клагесы хайдеггеры вот эти вот кто они такие кто они такие они не могут ничего понимать в принципе вообще ничего понимать но так вот получилось и это это что это это смешно да это фарс какой-то или это должно вызывать ярость должно вызывать омерзение ну как это ну что почему ну неужели нельзя вот без этого пойти с ну они вот есть такие люди и пусть почему обязательно какие-то между мною да и нитши почему какое-то должно быть гамно в принципе почему почему я должен понимать нитши через кого-то с какого такого лешего спрашивается почему какая-то я не знаю как это вообще сказать без выражений резких почему какие-то насекомые обоссанные которые даже не поэты говорят что нитши понимать так или так что нитши сказал то-то имел ввиду то-то как ты гамно можешь это знать понимать вопрос в принципе даже ты был способен на такое на что был способен нитши или кроули ты близко ты обкакался бы даже подумав об этом а не то чтобы сделать что-то такое подобное а купить просто а в чем разница между нитши и кроули есть разница нет нитши и алистер корли были выдающимися философами и мыслителями своего времени однако их подходы и взгляды на мир существенно отличаются то они существенно схожи теперь существенно отличаются философами нитши была ла 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 своими идеями взаимоотношениях между властью морали переоценки ценностей эффекте интерменьша человека более низкого стояния и воли к власти алистер кули британским магом бретонским может скорее магом философами и основатель бролигозной системой телемы которая включала в себя элементы магии оккультизма эзотерики восточного толка надо добавить к руле развивал идеи самоосвобождения и самосовершенствования через магические ритуалы и практики ритуалы да практическое нитшианство как я думаю как я это воспринимаю как я это понимаю религия нитши был ярым критико-христианство выражал скептицизм скептицизм по отношению к религиозным учением особенно к идее божественного существа он говорил о смерти бога и призывал людей принять ответственность за свою судьбу и создать свои собственные ценности кроули также критиковал христианство воспринимая его как обузу на пути к индивидуальной свободе и саморазвитию он строил свою религиозную философию на основе понятий магии магики реинкарнации и особого воли изъявления которое позволяет человеку достичь духовного просветления ой какая гадость немножко конечно же совсем не так влияние на общество третий пункт ницше оказал значительное влияние на западную философию во-во-во вот пошло вот гамно вот пошло так влияние кроули на общество было менее заметным он оказал большое влияние на оккульт эзотерийское движение а так же на современную магию и оккультную и философию таким образом основные различия между ницше и кроули заключается в их философских и религиозных взглядах а так же в их влиянии на общество Ну да, там, конечно, как же сравнишь-то. Но, тем не менее, это одно и то же. Последовательное, последовательное продолжение. Подобно тому, как итальянские футуристы последовательными были штернирианцами, как я уже сейчас понимаю. И на том раннем периоде, то есть это первая четверть 20 века, даже нитшианцы Телемид и штернирианцы футуристы были вообще, они как бы одной компанией были, они схожи во многом. Даже есть какая-то странная такая вот взаимосвязь, когда Кроули и почему Набаса Телемы на Сицилии именно создал в Италии. Это же интересный же момент сам по себе. И он не выбирал это. Это не было логистическое, рационально, объективно. Нет, это был жеребий свыше. Он ничего не выбирал. А какой смысл что-то выбирать? Как ты? По каким критериям? Непонятно. Это может быть только дано и указание точное. Был он бросил жеребий на карту. И оно было указано на Сицилию, на север Сицилии. Это Чефолу на побережье. Какого прекрасного оказалось место, а Пупеть? Просто изумительно. Так, в чем разница между Ницшей и Чараном? Вот я спрашиваю, разница в чем? Они представители разных философских течений, имели различные взгляды на жизнь, мораль и смысл существования. Я просто не очень себе представляю в целом картину. Мне интересно, вот что Евросия, Евросия, не Россия, скажет. Философия. Ницше был представителем экзистенциализма. Что за чушь-то? И нигилизм. О, какая чушь обосновная. Он считал, что человек должен стремиться к самосовершенству. Ничего подобного не утверждал. И осознание своей силы и воли к жизни. Ой, какая чушь. Чаран, в свою очередь, относится к философии пессимизма и неофатализма. А что, есть такое? Он видел мир, как бессмысленный и безнадежный, призывая к отказу от нравственных стандартов и погружения в пассивность. Ну, то, что у него персонально начинался немножечко Альцгеймер, это еще не является каноном. Пардонте. Второе. Взгляды на мораль. Ницше развивал этику власти и призывал человека принять свои инстинкты и страсти, отвергая традиционные нормы и ценности. Чаран, напротив, отвергал свою идею морали в целом, считая ее навязываемой, лицемерной. Третье. Отношение к религии. Ницше был критиком христианства и считал его религией слабых. Он призывал к преодолению религиозных иллюзий, поиск свободы от ее влияния. Чаран также был критиком религии, но смотрел на нее с более безразличных позиций и не обращая на нее особого внимания. Ну, отметим, что и Ницше, и Чаран оба были сыновьями пасторов. Ницше пастора литеранского, Чаран пастора, пастора священника православного, потому что он родился в Румынии. Румыния православная страна, да? Так, дальше. Четвертый пункт. Стиль и подача. Ницше известен своей яркой и провокационной стилистикой, использованием афоризмов и парадоксов. Чаран более критический, мрачный. Его произведение полной скептицизма и пессимизма. Нет, у них они очень схожи по стилистике. Очень схожи. В целом, хотя оба философа имеют схожий критический взгляд на мир, они были на разных полюсах. Ну, как же на полюсах? В ряде важных аспектов, таких как взгляды на мораль, религию, смысл существования. Ну, не знаю. Что общего у Ницше Достоевского? Ну, собственно, это их эпоха, в которой мы живем сейчас и которая, как я думаю, будет еще... Мой гот, еще столько же... 1870-й... Получается, прошло 150 лет. Правильно? 150 лет и еще столько же пройдет. Еще 150 лет. Эпохи Ницше и Достоевского. Или, если немножечко включить хронологию, Достоевского и Ницше. Лично я не нахожу это принципиальным, мне это вообще совершенно все равно. Но почему это важно? Это вопрос просто старшинства. Просто Достоевский был старше хронологически. Это творил раньше. Это не вопрос старшинства, в смысле, калинкора. Если кому-то как нравится. Я думаю, что правильнее говорить Достоевского и Ницше. Ну, если это прям совсем принципиально. Ну, европейцы же говнюки. Они будут хотя бы просто из-за изговенности своей принципиально, будут говорить Ницше и Достоевского. А, собственно, какое мне дело для этого вообще посрать? Ницше и Достоевский являются двумя известными философами и писателями XIX века. Они имели значительное влияние на развитие западной философии, литературы. Вот несколько общих черт, которые можно отметить у них. Исторический контекст. Первое. Они оба жили и творили в XI веке. Времени социальных и политических изменений, включая промышленную революцию, индустриализацию и либерализацию. Ужасное время. Второе. Самое ж ужасное то, что вылезла, расплодилась немеренно буржуазия. Какой-то странный, непонятный класс. То, что называли мещане. Помещики купцы, крестьяне были два низших сословия. Потом воинское сословие и аристократическое сословие. Два высших. А буржуазия, да не пойми что. Это какие-то мещане. Вот. И они расплодились немеренно. Между четырьмя сословиями существовала определенная паритетность и взаимная симпатизатность. Потому что трудно представить себе аристократа, который бы там ненавидел крестьян. Это просто какая-то патология может быть. Ну, бывали же выродки. Или наоборот. Потом воины. Они, в принципе, армия, она могла содержаться только купцами. Купцы, можно сказать, зарабатывали на этом. Но сколько они тратили на благотворительность? То есть, купцы, они же не жадюги были. И они все под честное слово у них было договаривались. Они никаких контрактов не заключали. То есть, все на честном слове. Такая мораль была до этого. До того, как расплодились буржуазии. Что такое буржуазия, не пойми. Не пойми, что. Ницше и Достоевский, оба, конечно же, двори из дворяна. Оба аристократы. И они, как бы, опупевали слегка от того, что происходит. Все это пытались это как-то понять. Ну, ни тот, ни другой даже представить себе не могли. Какое же это говно. То есть, просто мы сейчас, находясь в 2023 году уходящем, сейчас середина декабря, уже представляем себе в полной мере, в самой полной мере, что такое буржуазия. Потому что есть только она. Потому что класса крестьян нету всего. Вымерли они купцы. Ну, какие купцы в задницу. Сословие воинское. Нету никакого сословия воинского. Ну, я не имею ввиду отдельные фамилии, где там поколение за поколением идут. Это очень редкость большая. Дворяне. Ну, какие в задницу дворяне могут быть. Там есть какие-то там знатные фамилии. Есть дворянские собрания. Ну, и что? А где вы во власти видите дворян? Нонсенс какой-то. Смешно просто. Вот. В лучшем случае, там какие-то там бастарды. Там с каким-то вроде как какие-то там дворяне у них в предках. Ну, это не серьезно. О чем вообще говорить-то? У нас, если даже в документах не пишется, что человек там имеет там графское или княжеское происхождение. Как так вообще может быть? Это он представляет род свой. Это даже не указано в документах. Это в принципе это нонсенс. Невероятно. Даже обращаться к человеку нельзя без игнорирования титула. Только с упоминанием титула. Ну, это сейчас это ну просто, ну, кто серьезно об этом сейчас будет говорить. Мы сейчас находимся в такой эпохе, когда бурразия торжествует. А во времена Ницше и Достоевского, она только-только что-то там начала голос подавать, эта мерзлость. Как раз середина 19 века, 1850-е годы, тогда вот началось. И как раз оба начали, наши герои Ницше, Достоевские, начали над это немножечко размышлять. У обоих были довольно-таки скверные предчувствия, но они даже представить не могли себе, что получится в итоге. И мы, кстати, сейчас тоже не очень еще представляем, чем все это сранится кончится. О май гот. Это ужас просто какой-то. Вот их шедевры обоссанные, вот эти, которые я все время, при всяком случае, порицаю это мягко. Крайне мягко говоря, я имею в виду рэп, джаз, шансон, эстрада, вот это вот все. Для меня это воплощает рокопопс, или поп-рок, бардовская блевотина. Для меня это воплощает суть, экзистенцию буржуазии. Потому что музыканты всегда, как бы, типа, как творческие люди, но творческие люди на манер буржуа, это какой-то пиздос, просто-напросто. Какое там барокко? Вы что, смеетесь, что ли? Какой там, не знаю, какие там романсы? Ну, то, что, от чего балдели там дворяне в лучшие времена. Ой, какая же такая красивая музыка была. Боже мой. Вот, это все архаика глубокая. Опять же, смотрите, как интересно получается. Народная музыка, да, народный фольклор, прекрасная. Дворянская музыка, она тоже прекрасная. Видите, есть определенная гармония. Купцы и меценаты, они это поддерживали. Это все на их деньги было. Значит, соответственно, там, то есть, им это нравилось, они принимали участие. Ну, а воины, что они, у них что, песен, что ли, не было? Ну, бравые песни, там, марши, речевки, все это тоже музыка. И существовала определенная паритетность между этими сословиями, симпатизантность. И все это было взаимосвязано. Это было сословное общество прекрасное. Вот музыка буржуа, это просто песец какой-то. Я не знаю, какая-то нецензурная выразить. Просто ахтунг. Невероятно просто. Невероятно. Вдохновение. Вдохновение дворняжек. Безумие. Второе. Религия и мораль. Оба автора исследовали вопросы религии, морали человеческой природы. Ниньше известен своими работами смерти Бога, переоценки ценностей. А Достоевский обращает внимание на проблемы греха, истины и веры. Третье. Психология и философия. Оба писателя интересовались человеческой психологией, исследовали вопросы о внутреннем мире личности, мотивации, свободе воли. Это я спросил, в чем они схожи, да? Что общего? Четвертое. Столкновение с экстремальным опытом Ниньше и Достоевским, особенно своей позитивной философии, след воздействия экстремального опыта, такого, как страдание на психологическое состояние и мировоззрение человека. Ниньше знал, что такое война. Достоевский знал, что такое неволя. Каторга. И это их сближало. Акроулик говорит, что тилемму по-настоящему может понять только тот, кто прошел через войну. Максима очень важная. Пятое. Индивидуализм и автономия. Оба писателя подчеркивают важность индивидуального развития свободы человека, ища пути к самоутверждению и осознанию себя в современном обществе. В шестой литературном стиле оба автора известны своими литературными стилями и глубокими характерами, обращая внимание на моральные дилеммы, проблемы, с которыми сталкиваются их герои. Ну, конечно, Достоевский более литератор, спору нет. У Ниньше это не так выражено, но он, как бы так сказать, считал, что Достоевский выразил все, что нужно выразить. И лучше и не выразишь, да. В целом, хотя Ниньше и Достоевский имеют различные подходы к акценту своей философии и литературе, их работы пересекаются во многих областях, пытаются следовать глубокие вопросы существования человека и его места в мире. Ну, как я уже сказал, мы живем в их эпохе, и будет она еще длиться еще полтора века, но это только лишь мое предположение. Неизвестно, что будет. Эпоха буржуазная, очень дегенеративная до невозможности просто, поэтому... Так, ну, а дальше остались два вопроса. Я думаю, что такое спросить, и спрашиваю, а почему английский язык такой плохой? Ну, прямо, ну, я же южанин, прямо спросил. Ответ позабавил очень. Английский язык не является плохим, да ты шо? Вот это красиво, да. Он является одним из самых распространенных... И что распространенных? И что это, это означает, что это чудо хорошее? Запомним, мразь не рассетевская. Что-то хорошее в буржуазной эпохе распространенным быть не может. В принципе, только такое дерьмо, как английский язык, и могло распространиться в мире так. И используется во многих областях, таких как бизнес, наука, технология, культура. Не бреши, какая культура. Культура и английский язык это несовместимые вещи. Панк-рок это культура, да. Очень смешно. Однако есть несколько факторов, которые могут создать впечатление о его плохости. В смысле создать впечатление? Я что, глухой что ли? Это вообще так. Сложность грамматики. Это в английском сложно. Английский язык имеет достаточно сложную грамматику. Да, смешно. Несмешимые этапки. Это может быть вызывающе для изучающих английский язык. Видите, не растительное английское. Тут тоже видно, что это перевод с английского. Вот эта вся шляпа. Понятно, что английский язык она плохими считает. А считает супер-пуперно. Высокая степень изменчивости. Английский язык имеет множество диалектов, акцентов. Ну, блеотина. Отсутствие фонетической связи. Английский язык имеет неточное соответствие между произношением. Ну, разнообразие словарного запаса. Английский язык имеет богатый словарный запас. Ну, да, конечно. Смешим коллективом синонима сленговых выражений. Сленг. Вот сленг. Это вот имена речи буржуа. Такая вот даже отстоянная капитально. Это может быть сложно для неносителей языка. Что-то, блядь. Резюмир. Английский язык не является плохим. Не-е-е, душки. Я считаю, что он плохой. А почему? Последний вопрос. Потому что я два их так оставил, думаю, спрошу. Почему французский язык такой плохой, спрошу я. Ответ у вас тоже смешной. Утверждение, что французский язык такой плохой является субъективным. Не соответствует реальности. Боже мой. Я даже не попытаюсь изобразить, как звучит французский язык. Как это, я не знаю, простыть нужно и булькать соплями. Французский язык является одним из официальных языков. О, и что? Молодцы, что психологи отметили сразу же сходу, когда начались компьютерно синтезированные типа речи. Они сразу отметили, что это чертовски похоже на женский тип мышления. Строго левосторонний. То есть, вы представляете, это ни одного мужчины на этой планете нет, который бы в качестве аргумента привел бы, что язык хороший, потому что это официальный язык. Один из официальных языков ООН. Это в принципе вообще никак. Ну, это первое же, что сказала бы в Абенции. Вот нейросеть говорит такое. Ой, боже мой. И международным языком общения во многих областях, таких как культура, искусство, дипломатия, туризм. Ну, как? Где вы это видите? В искусстве. Международный язык общения в искусстве. В искусстве. Вот долбанулись, что ли, да? Где этот французский вообще звучит? Во Франции, и то не везде, потому что есть там бретонский язык, провансальские диалекты, которые близки скорее итальянскому. Потом в Бельгии чуть-чуть, вроде там, пара десятков тысяч, и только в Брюсселе по-французски квакают. И в Швейцарии один кантон, я не знаю, сколько их. А, ну, еще в Канаде, да, да, в Канаде. В Квебеке еще вякают по-французски. И, может быть, еще в Америке, в США кто-то еще остался, там, на юге, там, в Луизиане, вроде бы, и все. А, ну, нет, у них же колонии еще были в Африке. На Гаити, по-моему, тоже. Ну, там может кто-то говорить по-французски, да, может быть. Ну, это какое-то международное... Ладно, не важно. Просто смешно. Я же не выяснял тут истину или правду, ради поражать спросил. Французский язык известен своей богатой историей, да, но... Его придумал, при Наполеоне его и придумал. Наполеон говорит, у нас во Франции болтают кто, кто, как, кто на чем, фиг пойми. И приказал, значит, департаменту образования придумать что-то такое схожее. Какой-то один язык для всей Франции. Это было придумано во время Наполеона, это сколько? Ну, 200 лет назад. 200 лет назад возник французский язык, чтобы все как-то понимали друг друга. В Британии говорят одну, в Бургундии по-другому, в Нормандии по-своему и так далее. На юге Провансаль, про Прованс, там, там тоже свое, что-то там, там целая куча диалектов. Вольтер, Лассаль, я вообще не знаю, кто такой Лассаль. Руссо, Гюго, Дюма, Пхичо. Сделали значительный вклад в мировую литературу, вообще никакого вклада, ноль. Кроме того, французский язык имеет репутацию, репутацию имеет романтичную, красивую, о боже мой. Боже, не надо вот этого, пожалуйста, не смешите. Мелодичное звучание, да ты что, сложной грамматикой, богатым словарным запасами, точной произносительной системой. Как он может быть точный, блин, при такой-то куче диалектов? Хотя, не, вообще-то, если, допустим, немецкий тоже создавался, как искусственный, да, в Ганновере, потому что, ну, он точный язык, да. Ну, если французский тоже искусственный, то он, наверное, тоже какой-то точный. Но вообще во Франции, как только не говорят, и в Германии тоже, не пойми, как говорят. Необходимо, что восприятие языка может быть субъективным, все, что угодно, субъективно брать. И зависит от личных предпочтений и опыта каждого человека. Опыт вообще тут ни при чем. Да, вот такая вот шляпка. Что-то, я не знаю, вообще неинтересно. Дело в том, что они, нейросеть, она не является какой-то индивидуальностью. Она черпает, вот, собственно говоря, из интернета, вот, откуда-то. И это видно, что это переведено с английского, то есть это говно, оно еще и предвзято очень, понимаете. То есть из англоязычной сферы вот эта вот параша черпается, черпается. И коряво по-гуглельски переведено на русский, там даже с искажениями. Тут плохой перевод. Ну, вот и все. Поэтому, неважно, какую нейросеть ты используешь, они примерно одно и то же говорят. И вот я записал это просто, чтобы шок было. Потому что нет никакого смысла продолжать эти собеседования. Я уже понял, как эта шляпка работает. Это, в принципе, то же самое. Что-то я так подозреваю, но в основном без Википедии черпает английский. Вот и все. И это просто, наверное, лень, если кому-то просто залезть в Википедию, просто задать проще, наверное, вопрос тут. Но источником Википедии и будет. Ну, вот так вот. Скучно, неинтересно, непознавательно, очень сильно передернуто и строго атлантично. Это строго атлантическая трактовка, конкретно английская. То есть, если вам интересно какое-то английское мнение узнать, можете узнавать. А вообще, это ценности никакой для нас. Продолжение следует...